ПЕСНЯ Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Божественных слов. ПЕСНЯ Господи, благослови наши занятия, не віддательство паці естин vocal kap Mire he are of his name. Аминь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Говорит. Я опасался, чтобы и на вас не перешла зараза. Кого же, разумеет, под оскорбившим и оскорблённым? Блудодействовавших, потому что и тот, и другая оскорбили друг друга. Как же говорить, что писал не ради их? То есть, хотя я писал и ради их, но не исключительно ради их, а и ради вас заботясь, чтобы не испортилось всё общество. Так и, когда говорит, разве о Валах заботится Бог, 1 Крестовом 9.9, не то говорит, что Бог не заботится о них, иначе зачем они созданы, но то, что Бог дал закон преимущественно не ради Валах. Аминь. 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 Вопросы? Я показал попечение своё о вас, и надежды мои не обманули меня. Поэтому, говорит, весьма утешился. Теперь к утешению, которым вы утешили меня, как я сказал, прислокупилась большая радость. Радость кита. Радость же это и утешение За вас и для вас Поэтому и говорит далее Второй коимфином Итак, Максим Никутенко, микрофончик выключите, пожалуйста Второй коимфином 7.14 Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним Но как вам мы говорили всю, все истину Так и перед Титом похвала наша оказалось истинное толкование Я, говорит, тому обрадовался, что Тит нашел вас такими, какими я изображал ему Вас на словах И сам он успокоился, когда нашел вас такими И не встретил от вас ничего грубого и неприятного А то, что Павел хвалится учениками Показывает, что они были добродетельны А он чадолюбив Такими и теперь должны быть ученики и учители Как проповеданное мной вам все было истинно Или, быть может, говорит о похвалах, высказанных им о Тите Так и все, чем я хвалился о вас, оказалось истинным Вопросы? Игнать Тихон Двумай вопросов Пятнадцатый стих, 2 Кремферам, 7 глава И сердце его весьма расположено к вам При воспоминании о послушании всех вас Как вы приняли его со страхом и трепетом Толкованием С ними словами хвалит Тита Чтобы и они полюбили его, как связанного с ним И пламенно любящего их Поэтому и сказал сердце его Дабы показать силу и горячность расположения И искренней любви его Выставляет причины такой любви к ним Тита Показывая, что они сами подали повод к такой любви И вместе с ним побуждая их к большей любви Ибо вы не просто показали любовь к нему Или попечение о нем Но и послушание, приняв его, как дети отца И в то же время, как начальника Со страхом и даже трепетом Сим самым свидетельствует о сугубой добродетели их О любви, как к отцу И о страхе, как к начальнику Так что в них ни любовь не ослабила страха Ни страх не оставил любви Вопросы? Не отравил любви, Сергей, написано Не отравил, да, благодарю Иногда, видимо, страх может отравить любовь Любовь может ослабить страх Поэтому очень многие Не могут выместить, как можно бояться и любить одновременно человека Ну и здесь вот толкователь говорит, что Они приняли титат со страхом и даже с трепетом Но однако они и любили его А страшились и трепетали его, как начальника Начальник, он имеет власть над ними Поэтому А у нас принято так Если начальник строгий, значит он плохой Батюшка строгий, значит плохой А который все прощает, он, значит, хороший А святые отцы не так говорят, учат Если хочешь душу свою спасти, найди себе начальника Строже которого нет во всей вселенной Ну и духовника имеется в виду, начальника Который имел бы власть над тобой Строгость должна быть И это правильно И вот именно надо научиться любить строгих учителей Потому что нестрогий, это вот признак-то как раз нелюбви А у нас принято наоборот Раз он такой вот нестрогий, значит он хороший Неверно Можно мысль маленькую? Можно Здесь вот, мне кажется, говорится все-таки со страхом Господним Вот именно Все-таки этот подтекст Вот Ну вот так, маленький комментарий Не, ну толкователь нам как раз растолковывает О каком страхе И трепете говорится Поэтому Понятно, что в Господе они его и любили И страшились Жена, да убоится мужа А если муж ее ведет в Идальское капище Все Она не должна ему подчиняться Должна бояться больше, нежели Бога Нежели мужа человека Вот и все Это само собой разумеется Бога страшиться надо И бояться его огорчить Но и духовника надо бояться огорчить И апостол Павел здесь и на свой авторитет давит И вот он и в первом послании разгром устроил А потом как бы уже и пожалел Вроде как бы и охота перед ним не изменится Но опять тут же пишет, что Все правильно я сделал Потому что результат После его разгромного обличения Все, они этого блудника Отлучили, видимо Или как там у них было А потом Он покаялся и видя его Попаяние принял То есть результат Нам мог бы по любви ничего не писать Да я напишу Да они обидятся Да Нет Строго Обличил И они со страхом и трепетом Приняли это послание И исправились А не было бы у них не страха и не трепет А одна любовь Любвизм это называется Ничего бы и не было Блудили бы дальше Продолжали бы И зараза бы Это бы распространялось Игнат Тихонович Желаете вопрос Не желаю Тут только дело Исполнять надо Если по делу это знаешь Тогда ты будешь дорожить Это Ну тут сильно Златоуст говорит так Более всего Дружба нарушает Подозрительность Вот ничего Чего будто бы не было Гляжу Что-то уже не так А что Подозревает Что-то про него Что-то сказали Если человек так Заботится о том Чтобы о нем Ничего не сказали Такие люди Они есть Они одинокие И они все время Где-то что-то выискивают За кем-то подсматривают Разве об этом Речь-то идет здесь Ты посмотри Как заботился Павел О Тите И они тоже Чтобы не переходили Границу по ней Братства Чтобы они Соблюдали субординацию Что он старше их Что это епископ Тем более Епископ Рукоположенный Павлом Ближайший ученик Это все Прихожане-то видели Знали А сегодня-то все Чужое Что сравнивать-то Постояли Ушли Никого нету Поговорить даже Не с кем-то Конечно Обстановку надо менять Вот мы приехали К нам в Барнаул Жили в Новосибирске Ну Тогда еще и потеряевка Была целая Мы только вышли На Паперть Вот что я Больше всего Удивляюсь Первая встреча И к нам подошли Именно те люди Которые в дальнейшем Будут большими Друзьями У них на дому Будет бракосочетание Так сказать Обед После бракосочетания Отца Акима Мы на квартире У них будем Те которые Враждебные были Они до самого конца Так и остались И померли в этом Вот Сходу Только подошли Они сразу А вы кто такие будете То есть они ждали Это Надежда Васильевна Стала говорить Я ушел Она одна Так они Знаете К нам Богородица приехала Это православная Причем она стала Говорить о Христе Евангелие достала И Вот Вот это отсеивание Оно И эти люди Никогда ни в чем Нас не подозревали И мы их А те сразу Подозревали Да вот говорят Не зря про вас говорят Это значит Вы сектанты Или что-то еще А потом каются За ноги хватаются Плащут Я на паперти вышел Они за ноги Упали там бабки Нам говорили Против вас Наплевать да забыть Говорили Надо сегодня работать Любите друг друга А то был на войне Приехал А как ты на войне был Когда у тебя друзей нет У нас есть потеряевки Живут И 25 лет И никто не приехал ни разу И работали же где-то Родственники Никто ни разу А из-за чего Они дружественны Только о себе А к другому Кто бы ни приехал К Игорю Барабашу Староста Все Начальство С города Приехало Кто-то Вот это забрела Однажды нынче Женщина какая-то На велосипеде Проехала Дальнего Востока Меня искала А я отказался От встречи Так она потеряю Приехала Там на велосипеде С собаками Притом две собаки С собой Вообще Невиданная вещь И сразу на него На Игоря Вот к чему говорю Надо самому открыть сердце Расширьте сердца ваши Вот об этом говорит Павел Здесь Это очень сильная глава Но для того Кто понимает это Вот вы где-то Находитесь Приехали на новое место А там люди Только отстояли и вышли Вот у нас есть такая Я говорю Все время приглядываюсь Какие-то люди Отдельно Разговаривают И наконец Подошел к ней К Чернявской Наш Игорь Третьяков А дальше она стала Ходить на занятия Приняла крещение Стала членом общины Самому надо двинуться И начать работать И притом Каждый день У нас это легко Сейчас община Сейчас пошли двое Книги отправили Другие Пошли там Ну дальше там Записи Ну община Община Тут что скажешь-то Только какая-то Чуть-чуть нужна Уже все бегут Не успел заболеть Говорится Уже все Вокруг плащут Ну работать надо Начинают упрекать А у вас авторитет Одна вас работает Ну на мой авторитет Я полвека работал Это тоже надо учитывать Вот сегодня Только поставили Как мы взвешивались Там Самый популярный ролик Четыре поставил Как при счастье Меньше А именно Вот как Я стоял Эфигар взял Там разжирел Утучнел Брат один тут Стал Сто пятнадцать килограмм Вот Я все говорю Это так На свои кости Чужое сало Навешали Ну маленько Ну что вот так Совсем И щеки надуются И глаза на выпучку Выкатились от жира Глаза Это прямо написано Семьдесят второй псалом Мы об этом и решили Что пятая неделя поста В среду у нас Полный канон Андрея Критского Давайте мы Плоть маленько-то Ущемим Лишние килограммы Это убрать надо Ну вот так Не подозревают Подозрительность Больше всего Уничтожает дружбу Вот такая фраза Иоанна Златоуста Второе Коринфянам Семь шестнадцать И так радуюсь Что во всем Могу положиться На вас Толкование Не о тете Только радуюсь Что вы Почтили его Но и о том Что нахожу вас Такими Не посрамляющими Меня Подающими Мне смелость Говорить о вас Откровенно Во всяком деле И во всякое время И иначе Могу Положиться На вас Потому что Буду ли делать Что для вас Или говорить вам Вы охотно Примете то Понадобится ли Для исправления Вашего Обличать Или хвалить вас Или предписывать Вам что-нибудь Тяжко Второе Коринфянам 8.1 Уведомляем вас Братья О благодати Божией Данной Церквам Македонским Толкованием Не напрасно Воздал им Выше Так много Похвал Но с той Целью Чтобы смягчить Их Либо Намеревался Побудить Их К нищелюбию Поэтому И сказал Выше Могу Положиться На вас То есть Все что не говорю Вам Вы делаете Впрочем Впрочем Не сказал Сразу Подайте Милостыню Но Поставив Пример Сделанное Другими И Их Возбуждает В подобной Ревности Примечай Что Расположение Милостыни Называет Благодатью Божией Через Это И слово Своё Делает Неукоризненным И Коринфян Прозывает К милостыни Как К дару Божию И не сказал Том или другом В городе Но хвалит Всю Македонию Чтобы И они Все Возревновали Так же Второй Коринфянам 8.2 Ибо Они Среди Великого Испытания Скорбями Призабилуют Радостью И глубокая Нищета Их Приизбыточествует В богатстве Их Радушие Толкование То есть Имея Много Скорбей Делаются Искуснейшими Через Терпение Не Пали Но Более Радовались Не просто Радовались Но радовались Избытком То есть Как Великая Скорбь Их Произвела Избыток Радости Так и Великая Крайняя Бедность Их Не только Не воспрепятствовала Им подавать Милостыню Но еще Больше Побудила Их Приизбыточествовать В богатстве Не Сказал Же В богатстве Подаяния Но радушия То есть Чистосердечного Расположения К щедрости Ибо Благотворительность Ценится Не по множеству Подаваемого Но По Расположению Подающих Удивительно Что При такой Бедности Ибо Были Оторваны От своих Соплеменников Показали Такую Щедрость Вопросы? Владимир Тихонович Можете Перевести Пример Пример Я опять Начну говорить Меня опять Начну Понужать Как говорится Это коня Когда А вы хвалитесь Ну я хвалюсь Благодатью Божией И Павел Говорит Вы вынудили Меня похвалиться Вот Я не сам В тюрьму То залез Меня же посадили КГБ Почему? Потому что я делал А делал что? Насчитал Затоус Жития Библию И подхватил Еще и 20 век Христианства Когда Казнили Советское Письма Патриарха Тихона Трагедия Русской Церкви Я ничего Противозаконного Не делал Потом то я буду Реабилитирован Но в то то время А таких Которые Струдились в тюрьмах Очень уважали За рубежом Я получаю Приглашение Митрополита Виталия Зарубежной Церкви Из Канады А из Нью-Йорка Получаю От Илариона Который капрал Сейчас главный У нас Митрополит Он был епископ Сразу два Приглашения И они Платят Все Я когда приехал Они говорят За последние 30 лет Это первое Приглашение По Миссионерскому Фонду Вот куда Меня записали Не встречаясь То есть Я никогда Не думал Не знал Ни денег И вот Бог как-то делает И когда Меня спрашивают Сейчас Ну такая Моя жизнь Была Не на ровном месте Что самое У вас Вот такое Что вас тронуло Вы запомнили Могли бы поделиться Я отвечаю Вот книга Есть Отец Арсений Вот там Такое Когда он Там уже Заморозили Он увидел Как везде Загораются огоньки И так у меня Где бы я ни был В тюрьме Ко мне Начальник тюрьмы Располагается Следователь Ко мне И все Стараются Чем могут Помочь То есть Я узнал Как много У Бога Добрых людей И второе Почему они Не встретились И третье Почему они Приняли Деятельно Участие В том Чем я Занимаюсь У меня Участие Такие Православное Баптист Какой-то И прямо Призывает От смерти В жизнь Где-то там Из Чикаго Я его Знать не знаю А в интернете Это появилось Почему Да это то что есть Реально Вот у нас ролики даже снимаем, видно, как мы обедаем, гуляем, беседуем, все. И Бог открывает людям сердца. Такие дела сделали, проехали по всему миру и везде. И не простил, главное. И вот я в Америке был, выступаю в Жордан-Вильском монастыре на тему «Будущее русской эмиграции во свете Библии» и по святым отцам. Только закончил выступать, один подходит, а вы разрешите вам чек выписать? Какой чек? Я ничего не понимаю. Я доллары в руках не держал. Он тут же мне выписывает на пять тысяч долларов. Ну пять тысяч это уже деньги. Я не знаю, что дальше с этой бумажкой делать-то. Я его не знаю, Иосиф Дегранда. После этого искал, не мог найти. А может быть, его и не было, Иосифа Дегранда. Ангел мне выписал чек. Гуляю с архиепископом Лос-Анджелесским Синкевич Антони. На него только я слышал, говорит, у него, говорит, зимой снега не выпросишь. Я два раза с ним погулял утром, провожал. И он только открыли банк. Он пошел с банка, все деньги снял и мне отдал. Зазомбировал я его или что? Да Катя говорит, я им говорю, где на квартире-то был, а люди не верят. Кто он, вам, да у него он такой жадина. Ничего подобного. Эти люди передо мной другие. Мы поехали в Чечню, нам говорили, только не берите с собой, вам-то уж все равно пропащивый человек. Ну молодые-то погибнут, голову режут. А мы приехали в Чечню, нас как родных братьев там приняли. Да три раза еще, не один раз побывали. В Турцию поехали. Мне кажется, лучшей страны трудно найти, где мы были. Почему? А вот какие-то флюиды истощает это все. То, что мы делаем. И перед Богом. Турчанки как нам помогали, когда нас русская мафия обложила там. У меня есть что сказать на это. И почему? Бог. Надейся на Бога. Как бы я не рассуждал, будет не так, как я думал. Я думал, вот я поеду, вот так-то буду. Ничего. Единственное, что так было, что мы молились. 12 часов на ветру стояли и молились. Из сердца всех людей полиции все к нам обратились. Но мы никогда за глаза-то не клепали ни на Турцию, ни на что. Будь какой ты есть. Вот я вам говорил сегодня, на меня должны выйти какой. Самый ярый враг. Что он не делал? Бесновался буквально. А сегодня сказали принять. Хочет при всем народе попросить прощения. Даже все еще пока сижу, жду. Ну, назначен на более позднее время. Даже с трудом поверить мне можно. Я уж привык к этому. Ну, такое дело. Враг непримиримый просто. Везде поносил, в чужие дела влазил и одобрял, кто меня бьет, давит. Ну, видно, что совершенно ненормальный человек. И вдруг. А что это? Милость Божия, благодать. Я даже говорю, и мне самому страшно. А другой живет у него друга. Нет, у меня из врагов, получается, друзья. А из друзей враги. Это живая жизнь. Надо так и должно быть. Идущий мой хлеб поднял пету. В буквальном смысле. Вот мое слово. Благодарю. Второе коринфянам 8, 3-4 стих. Ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Толкование. Объясняет сказанное выше и говорит. По силам, даже сверх сил. Ибо в этом состоит избыток простоты. То есть в том, что сверх сил. Притом, они не были увещеваемы нами. Но доброхотны. И что я говорю. Они сами много просили и умоляли нас. Говорит это для того, чтобы и их побудить не столько к многому подаянию, сколько к подаянию с охотой. С этой целью и останавливается на всем предмете. Здесь не достает слов. Просили нас принять это служение. Сказал дар, чтобы коринфяне, как ревновавшие о дарах духовных, прибегали и к милостыне, как к дару. О чем и выше сказано. Участием же назвал ее, дабы знали, что давая другим, сами получают. Вопросы? Идем дальше. 2 Коринфянам 8.5 И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Ракованинам. Мы не надеялись, чтобы находящиеся в такой бедности, в такой скорби просили нас принять служение им. Здесь свидетельствует и о других добродетелях их. Ибо они не возносились от того, что подавали милостыню, и не заботились от других добродетелях, но всецело предали себя Господу, всецело и нераздельно преклонились ко всякому баговоугодному делу. И нам предали себя, то есть были покорны во всем, показали любовь по воле Божией, то есть как угодно Богу, а не человеческому расчету. Второй Коринфянам 8-5. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, почему-то повторяется, два раза пропечатано, что ли, толкование, а они, говорит, до того предались милостыне, что я, видя их дело, позаботился о вас, чтобы вы не были хуже их. И потому просил китай идти к вам, что и сам он начал, то есть предположил идти к вам прежде, нежели я попросил его. Через это также располагает их к титу, дабы, когда он придет и станет убеждать их к милостыне, они удобнее склонились на убеждение его, как помышляющего об относящемся к их спасению. И снова назвал милостыню добрым делом, ибо она поистине есть великое благо и дар Божий. И подаяние ее уподобляет нас Богу. Поэтому и премудрый сказал, многие хвалят человека за милосердие. Премудрость 26 стих. Здесь, видимо, опечатка в книге. Второе, Калифином 8.5, два раза пропечатано. А вот, шестого стиха, может быть, даже и нет здесь. Второе, сейчас я посмотрю. Второе, Калифином 8.6, может быть, открою. Да, вот, шестой стих. Сейчас прочту. Поэтому мы просили тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас и это доброе дело. Вот здесь опечатка в моем вставнике. Вопросы? Петьмой стих. А как вы изобилуете всем, твои точи, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и селию добродетелью. Полкование. Увещает с похвалами и говорит, так как вы все прочее имеете с избытком, то и в этом деле не только подайте милостыню, но подайте ее с избытком. Что означает или то, чтобы они превзошли македонян, или чтобы просто были щедрее. верою, то есть дарами веры, несомненной, словом, то есть словом мудрости, познанием, то есть познанием догматов, и всяким усердием, то есть ревностью к прочим добродетелям, и любовью вашей к нам. Ибо прежде сказал, что вы доказали эту любовь свою ко мне, ревнуя по мне. вопросы. Второе, Коринфянам 8, 8. Говорю это не в виде повеления, но с усердием других испытываю искренность и в вашей любви. Толкование. То есть не принуждая вас и не делая вам насилия. То есть для того хвалю македонян, чтобы через их усердие показать вашу любовь к бедным, святым, более достохвальной и более блистательной. Вопросы? Так, у меня вопрос. У меня по географии это троечка была. Македония и Каринф. Как они? Соседи это были или как? Кто знает? Вот он вроде македонян хвалит и как соседи они им получаются или Каринф был частью Македонии? Кто знает? Маленько непонятно. Ну, если никто не знает, что их делать, и ладно. Идем дальше. В принципе, большой разницы-то нет. Второе Каринф, она 8-9. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Полкование. То есть подумайте и размыслите о великом таинстве и ничего не пощадите. Ибо, говорит, если не веришь, что нищета производит богатство, то вспомни о своем владыке и не будешь больше сомневаться. Ибо если бы он не обнищал, то есть не принял падшую и бесчестную плоть, и не претерпел всякое иное бесславие, и при том для нас недостойных врагов своих, то и мы не сделались богатыми. О каком же богатстве говорит? О благочестии, об очищении, об освящении и о прочих благах, которые он дал и дает. Вопросы. 2 Коринфянам 8.10 Я даю на это совет, ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года толкования. Смотри, как заботятся о том, чтобы не быть им в тягость. Совет, говорит, даю, то есть советую, а не налагаю необходимости. Советую же для того, чтобы больше было пользы вам, нежели получающим. Убеждает их уже не ревностью других, но собственным их расположением говоря, вы добровольно дошли до того же и не только положили начало деланию, но и схотенью, то есть деланию по доброй воле, без всякого внешнего увещания. Поэтому советую вам теперь исполнить свое дело. Вопросы? Я почему-то сейчас вспомнил и с детства мы были пионерами и мы делали сборы за мир. Куда эти деньги же непонятно, но нам казалось, что мы доброе дело делали. И здесь апостол тоже увещает. Это больше надо не тем, кто требует, и тем, конечно, тяжело бедница, но более пользы тем, кто дает. от этого. И Христа в пример поставил, конечно, в духовном плане нищету его показал. Ну, пример достойный, понятно. И Господь говорит, испытайте меня, да. Я хотел на твой вопрос ответить. У меня есть книга познавательная Библия. И здесь я посмотрел Македония, это страна. Туда входят Фессалоника, Верия, Аполлония, Амфиополь, а Каринф это к Афинам относится, Греция. То есть соседние получается страны, да? Ну, да, почти соседние. Я карту сбросил в текст. Да, карту у меня, да, вот вижу теперь. Да, вот вижу Македония, потом чуть южнее Фискалия и еще южнее вот это вот где находится Каринф, Олимпия, Мессена, это вот Италия похоже наверное тут. А нет, Италия выше Афины. А, Афина это Греция. А Рима что-то я не вижу тут. так, ну, это древние наверное тут. Ладно, благодарю. Да, это все-таки были соседние страны. Мишка, хватит драть все. Дрю, что ты дерешься? Так, вопросы. Вот, сколько уже предложений мы вот идем и вот он их все увещевает милостыни. Двенадцатый стих. Так, нет, простите, одиннадцатый еще. Второй Коинфоном 8, 11. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнило было по достатку. Полковарник, чтобы прекрасное дело не остановилось на одном усердии, но было действительно исполнено, ибо как расположение и произволение производят желание, так от имения происходит дело. Итак, у кого есть, тот пусть делает дело, а у кого нет, тот сделал дело произволением. смысл какой, то есть, даже если нет денег, но желал дать, Господь смотрит на намерение, и это уже засчитывается за дело. В Писании сказано, даже стакан холодной воды подашь во имя пророка, получишь награду пророка. Стакан холодной воды у любого нищего есть. Но нищий не может и не дать стакан воды во имя пророка. Почему? Потому что не верят, что это право и никакой награды не будет. Второе Коринфянам 8.12 Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря потому, кто что имеет, а не потому, чего не имеет. Полкование заметь мудрость, как похвалив македонян, разумею фессалоникийцев, что сделали сверх сил, от всех не требует ничего сверх сил. Если говорит имеете усердие, подавайте по силам. Бог принимает это. Второе Коринфянам 8.13 Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. полкования. Вы, не должны давать сверх сил, чтобы другие проводили жизнь в роскоши и удовольствии, а вы терпели от того нужду и скорь. Господь похвалил вдовицу, что подала все, что имела. Вангрии от Марка 12.44 Но Павел не делает этого теперь, отчасти потому, что коринфяне были еще слабы, отчасти же потому, что они были богаты, так что если бы подали и по силам, то составилось бы большое, почтенное и богатое подаяние. Притом апостол надеется, что пример фессалоникийцев помудит коринфян к большему, и потому предоставляет дело на их волю, и в следующих словах незаметно поблуждает их к тому же. Второй коринфянам 8.14.15 Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка, а после их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. Алковане. То есть вы богаты имуществом, а они богаты дерзновением к Богу. Поэтому дайте им от избытка имений своих, чего они не имеют, чтобы вам получили взамен дерзновение, которым они богаты, в котором вы имеете недостаток. Смотри, как незаметно располагает их подавать и сверх сил. Если говорит, хочешь получить от избытка, то и подавай от избытка. А если же хочешь получить полное вознаграждение, то и сам подавай вполне, то есть и от недостатка, и сверх силы. Впрочем, не говорит этого явно. И так доселе убеждал, кажется, к подаянию посильному. как будет равенство, если вы и они будете взаимно уделять друг другу избытки и восполнять недостатки друг друга. Но какое равенство заплотское давать духовное? Здесь, разумеется, равенство не в отношении ценности или бесценности подаваемого и взамен получаемого, но в отношении к избытку и лишению. Вы подаете от избытков своих, а они подают от избытков своих. И опять, вы получаете то, в чем нуждались, и они получают то, в чем нуждаются. Равенство это всецело относится к настоящему времени, а что в будущем веке, то имеет великое преимущество перед подаваемым. Итак, смиритесь, богатые, потому что в вещах постоянных, неприходящих, вас превосходят бедные. Приводят в пример бывшее при собирании манны, чтобы показать, как бывает равенство. Именно когда богатый, имеющий многое, дает избыток тому, кто имеет малое, кто не сам не имеет лишнего, не имеющий малое, не имеет недостатка в том, от чего получил. То же бывает и с дерзновением к Богу. Вместе с сил внушает и нечто большее, показывая богатым, что как при собирании манны, все и собиравшие больше, и собиравшие меньше, находили у себя по равной мере, чем бог наказывал их ненасытность, так и теперь не должно желать большего. Ну, помните, как собирали манну, но повеление было собирать на определенное время, на день. А кто больше собирал, того заводили с черви. И вот он этим говорит. То есть вы богаты сегодня, а они бедны, ну, поделитесь. Это и понятно, чтобы было. Исход 16-18. Исход 16-18. Говори. Здорово. Ну, там так Валентина Тихоновна ей позвонил Путин. Да, Исход 16-18. И мерили гамором. У того, кто собрал много, не было лишнего. У того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал сколько ему съесть. Что такое гамором мерили? Не знаю. Это сосуд, наверное. гамором. Да, это что-то вроде, да. Так, вопросы вот по этим. Вроде все понятно, все богатый, как сегодня одним фонтом. Бог велел делиться. К сожалению, этим выражением пользуются всякие ракетиры, которые хотят не работать, а мзду имели. Бог велел делиться, давай. Ты же верующий, давай, я нуждаюсь. Второе Коринфянам 8-16. Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам толкование. Сказав нужное о милостине, валит наконец посланных за нею, дабы они, будучи чужды подозрения, скорее могли возбудить их в готовности на пожертвование. Поскольку же первый из них был Тит, то хвалит его, а возбуждение его на это служение называет делом Бога. Ибо он дал ему такое же тщание, какое я имею о вас. Здесь же убеждает их сделать подаяние достать честное. Ибо если Бог возбудил его, то без сомнения Бог и просит, чтобы вы сделали подаяние достойное Бога. второе Таимфином 8.17 Ибо хотя я и просил его, впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. Толкование из чего видно, что Бог возбудил кита из того, что когда я попросил его, то он с готовностью принял просьбу и не возрастал, но отправился добровольно, ибо хотя я еще не просил его, он имел уже собственное усердие. Второе Таимфином 8.18 Сим послали мы также брата во всех церквах похваляемого за благовествование. Полкование родни, разумею, Луков по причине Евангелия им писаного, других же Варнаву, так как апостол и неписанную проповедь называет благовествованием, не распространяется в похвалах ему как Титу, потому что он неизвестен был Коринфянам, а Тит был довольно известен. Впрочем, и ему сплетает достаточную похвалу, ибо не просто говорит, что он проповедует Евангелие, но и похваляем, не в двух или трех, но во всех церквах. И небольшой комментарий Игнатия Латкина. Слово благовестия и есть Евангелие. Проповеди главная цель привести человека ко Христу. Вот за это и похвала от Бога. Вопросы? Игнатий 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 Давай вернемся, прочитаем еще раз. Он за что похвалу-то дает? Вот, как говорится, он проповедует Евангелие. А кто он? А о том братье говорит. А кто он этот брат-то? Ну, разумеется, что это Лука. Другие говорят на Барнау. Но трудились-то в одном духе, не сидели, не молчали, а именно проповедовали. А сегодня приезжает человек, даже хорошо знакомый. И в церкви ему не предложат сказать слово. Вот у нас кто-то приезжает, но мы в трапезной это у нас, мы всегда предлагаем слово. Есть слово назидание к народу? Помнишь, кто у нас приезжал? Тут Михаил Кальмаев, Нина Семфилонова, вот приехал Никита. Мы всегда это предлагаем, потому что Бог награждает всех талантами. А если этого нет, то никому-то и не нужен. Я говорю, вот мы идем с богослужения архиепископ Гедеон. Я его говорю, хорошо знаю, не раз с ним встречались. Я говорю, Владыка, чем я могу быть полезен? Ну вы же ходите в храм. Я говорю, хожу, а ждет больше и надо. То есть не надо, хоть 10 талантов, будь хоть 100. Не нужен ты совершенно. Чтоб ты деньги отдавал и не мельтешился лишний раз. Вот а где? Я говорю, где отец Александр Отпиваров? А вот у батюшки, у настоятеля Войтовича, сейчас они обедают. Ну я на заваленку сел, сидел, исчезу сейчас, исчезу второе, сижу третье. Они все обедают. Вот мы приехали в Томск. Там как бы монастырь. И знают, что мой приезжий, то другое. Монахи один за другим проходят, видно, в трапезной сидят. Дальше порог переступать нельзя к ним. Не то, чтобы пригласить, покормить, а я бы и не отказался. Потому что мы путешествуем. Нет. А у нас это нельзя. Я говорю, а почему вы никого не приглашаете? А у нас это запрещено. Так а зачем вы вообще тогда нужны? Среди бела дня, два часа дня, а не ночь. Другое дело, ночью там надо было бы готовить или искать. Тут вопрос-то снимается. Сухарем бы обошелся. Нет. А ты попробуй. Ты с нами был у отца Кирилла Сахарова на Берсеневке, около храма Христа Спасителя. Когда бы ты не приехал, всегда тебя и накормят, и напоят, и спать уложат. Он так поставил. А он такой же, как все, в московской патриархии. Ну, каков поп, таков и приход. Поговорка-то не зря это говорит-то. Почему не привещают-то? Опять же, говорят, у нас кто бы не приехал. У Игоря они приехали сектанты, какая-то новая жизнь, там, Батурин, Еретик. И Игорь пригласил. И говорит, у нас сейчас пятница. Пятница, и у нас молоко не едет завтра. А он оставил на столе трехлитровую банку сливок-то. Девчонка подошла, пьет из банки. Отец подошел тоже. Ну, сказали, что-то у нас это нельзя. Оглянулись, никого нету. Но из этой банки и теперь дуют стоят. Друзей иметь надо сам быть дружественным. На основании чего дружба. Не тот друг, говорит, кто медом мажет, а тот друг, который правду в глаза скажет. Тут одними словами не отыграешься. 2 Коринфянам 8.19 И при том, избранного от церквей, сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу самого Господа и в соответствии вашему усердию. Поколание хвалит мужа и суждением о нем избравших его. Не только, говорит, славится, как достойно благовествующий, но и избран от церквей сопутствовать нам, чтобы был общником нашим и в искушениях, и в опасности. Это более приличествует в Арнаве. И избран благодать сию, то есть на распоряжение подаяниями, чтобы служил с нами. То есть, чтобы и Бог прославлялся, и вы стали усердны. Ибо когда принимающие подаяния люди испытанные, то ни у кого не может родиться подозрение относительно их. 2 Коринфянам 8.20 Остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию, при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Поколание. Достойно это святой души и многой попечительности и снисходительности Павла. Мы, говорит, послали этих мужей, не одного, а нескольких, остерегаясь, то есть предполагая и опасаясь, чтобы кто не заподозрил нас, будто мы с подаянием употребляем что-нибудь в свою пользу. И не сказал, чтобы вы не заподозрили, но от кого, чтобы не обиделись и не подумали, будто их подозревают в таком мнении о нем. И само, говорит, обилие, то есть обилие подаяния легко может возбудить в злых людях подозрения, если не примем предосторожности. Вопросы? Понятно. 2 Коринфянам 8.21 Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Поколание. Смотри, как беспокоилась душа Павла, чтобы не подать братьям поводок соблазну. Ибо не сказал, я чист, пусть клевещет кто хочет, но как пред Богом говорит, так и пред людьми. Стараемся о добром, то есть стараемся явиться безукоризненными. И чем они слабее, тем более должно снисходить им, потому что мы снисходим и малым детям, когда нянчим их. 2 Коринфянам 8.22 Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом, и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас. Присовокупляет и другого, называемого его братом, и ободряя его на основании испытания и суждений, как человека усердного во многом и оказавшегося таким многократным. Возвышать так речь свойственно по хвале. Ныне же, говорит, он сделался еще усерднее, как бы в надежде, что вы подадите более щедрую милостыню, которой он служит. То есть, если должно сказать что-нибудь о тете, то скажу, что он мой товарищ. Помогает мне в научении вас и доставлении вам пользы. Или, если вы сделаете что-то для тета, то сделайте это не для обыкновенного человека, но для товарища моего. 2 Коринфянам 8.23 Что касается до тета, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей слава Христова. То есть, если желаете слышать что-нибудь о других, то и они имеют великие права на ваше доверие. Ибо они братья наши, посланные и избранные от церквей. Что всего важнее, то поставил в конце. Все, что бы не было в ней, говорит, относится ко Христу. 2 Коринфянам 8.24 Итак, перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Толковаем. Теперь, говорит, покажите, как вы любите нас и как мы непрестанно хвалимся вами. А покажите это, если им окажете любовь. Ибо то, что сделаете для них, сделайте пред лицем церквей. То есть, для чести церквей. Ибо они представляют собой лице церквей, пославших их. Так, вопросы. Час прошел, можно задавать вопросы не по теме. Пожалуйста, задавайте. Так. Ну, что-то тихо пока. Ну, могу я спросить? Пожалуйста, Желета, давай. Если честно, я вообще ничего не понимаю. Неудобно, как бы, спрашивать? От какого? От чего? Все-таки я нашла, что это 12 век, да, по-моему? Вот это толкование-то идет. Человек этот жил. Как бы, я думала, здесь будет толкование нашим языком, современным. Но все равно не понимаешь многого здесь. Очень непонятно. Я уже и читаю. Вы вот сами читайте, я тоже читаю это же толкование. В голове вообще не укладывается. То есть понимания у меня никакого нет. Во-первых, я не понимаю, от чего во имя это читается. Понимаю, что к людям. А от чего во имя меня? Апостолы это послали, а не апостолов. Кто послал? Бог, что ли, послал? Апостол Павел пишет в Каринской церкви. Вот когда вот я... Мы, 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 мы это кто? Он пишет, мы, мы. Он себя мы называет? Тит там еще и братья. От апостолов, от имени, от нескольких, да, значит? Да, да. Я поняла. Тит же еще с ними идет, братья еще с ними. Ну а как? Он же не один идет к ним. Собирается мы, он называет, мы апостолы. Еще вопросы? Конечно, он не называет, а мы Николай Второй. Я не знаю. Не, ну я думаю, все такие, видимо, умные. Никто не задает, я одна сижу тут. Мне тоже неудобно задавать. Скажем, это какая-то дура. Вот и слушаю. Думаю, ладно, потом послушаю. Ютуб-то выставил, думаю, послушаю по новой, потом, может, там что-нибудь понятнее будет. Прям обыкновенным языком сказано. Давай, вот, еще раз дома прослушаешь в Ютубе, и мне прям звони, и конкретно, вот, на вопросы прям, кто сказал, когда сказал, кому сказал, зачем сказал. Вот, и прям пиши, пиши, я вот это вот место не поняла. Звони, я тебя отдельно растолкую. Либо сразу тогда спрашиваю, конкретно что-нибудь. А так вот, прочитали целый час, а мне ничего не понятно. Но то, что мы теперь понятно, что кто мы, мы апостолы, Тит и братья. Еще вопрос. Нет, мне вот это было все понятно, что, то есть, как бы, основное понятно, а вот эти вот мелочи, вот там, кое-какие. Ну, а, ну, мелочи-то это, мелочи это не главное. Главное, смысл. Смысл тогда, о чем он пишет-то, Коринфина, можешь сейчас рассказать в двух словах? Что ты поняла? Что я поняла? Вот это именно главы сегодняшней, я половину, если честно, не слушала, у меня дети там пищали, я уходила. Я концовку не слушала. Ну, а виноват, оказывается, грек, который все растолковал. Не-не, я еще и тут уже не сильно поняла. Я вот эти вот, допустим, вот само толкование, вот допустим, ну, допустим, допустим. Ну, основное мысль я понимаю, но хотелось бы все-таки более таким четким языком. Современного нет уже этого, нигде больше. Да вот куда тут более, какой тут не современный-то язык, на русском языке все написано, Анжелика. Какой еще более современный-то, я не знаю. Там вот слова такие употребляются, там немножко речь уже не такая, как сейчас у нас. Ну, да, мы сейчас немножко не так говорим, немножко. Литературный язык, если не сказать более, евангельский язык, мы на этом языке не говорили никогда, поэтому не сразу. А вот еще по теме, ну, уже не по теме. Можно вот, я не знаю, кому вопрос задать, кто, в общем, сталкивался с таким. Родственники пьющие и свекровь, в частности, у нас опивать стала, и у нее с головой немножко плохо. Ну, это не у меня там, у знакомых. И вот она спрашивает, как с ней общаться? Вообще нужно общаться или нет? Или избегать? Она неверующая, она приходит, скандалит. Прямо с порога, ей вот надо именно поскандалить. Вот что сделать? Как быть? Избегать общения или сидеть и терпеть, молчать? Вроде близкий так она, человек-то. Да. С одной стороны, сказано в Писании, почитай отца и мать. Свекровь, она получается, как мать, и мы ее должны почитать. С другой стороны, написано, не любите мира, не того, что в мире. Дружба с миром есть вражда против Бога. То есть она мирская, человек неверующий. Она к церкви никакого отношения не имеет. Как мать ее почитать нужно, а как мирскую, не дружить с ней. Понятно, объясню? Да, понятно. По необходимости, да? Конечно же, не садиться с ней, не выпивать. Это понятно. Ну а с головой не в порядке, что там? Душевно больной человек, беснование это называется. Что-то опасное отношение. Так вот, и беснование. И боишься что-то ей не так сказать, чтобы она в пылу может и проклясть, и все вот такое. Но не хочется этого негатива, как бы, от нее услышать-то. Думаю, я ее потом, как бы, я буду себя виноватой считать, что я вынудила ее на это. Поэтому, наверное, сидеть и молчать. В гости-то она ходит, она далеко живет, но ходит в гости. А опеку? Над ней муж взял. Ну как опеку? Никто не знает, что у нее это с головой. То есть у нее деньги на книжке лежат. Они сняли, сколько нужно там долги отдали, сколько нужно продуктов купили, остальные на книжке. И вот она требует, чтобы ей все деньги отдали. Но он знает, что она их унесет к соседям за самогоном. Он ей не дает. Он говорит, у меня цель, чтобы она не пила, а ей этого хочется. Как быть? Я ему говорю, отдай ему деньги, пусть она живет своей жизнью. Только чтобы не касалась это нас, как бы. Чтобы не ходила она к нам, не скандалила здесь из-за этих денег, которые вообще на книжке у нее лежат. Я считаю, что цель правильно поступает. Если у нее с головой не в порядке, все, как доказать, что она напьющая. А то вот как был фильм про Санникова, тоже объявили его ненормально. А он направо и налево раздавал. Объявили его ненормальным, счета заблокировать. Такая же похожая ситуация. Но здесь, мое мнение, что... А зачем ей позволять пропивать, если можно доказать, что она ненормальная и не давать ей на самогонгенбит? То понятно. Мало ли. А так что, а пусть она там сопьется и за эти слова перед Богом отвечает тоже душа. Она тоже может покаяться. Как она покаяться, если будет пить? Если есть возможность законным путем перекрыть этот кислород, она потом... Нет, она паспорт не дает и все. Она тут еще кредиты хватает. Эти микрозаймы. А там все же человеку 77 лет. Ну ничего ненормального. Я считаю, что сын правильный. Она когда не пьет, у нее с головой все нормально. А когда маленечко, даже день-два и все, у нее прям сильно видно. Так, еще вопрос. Так, вопросов нет. Давайте дальше посчитать тогда еще. У меня есть вопрос. Созрел. Слава Богу. Наталья. Скажите, пожалуйста, при чтении священников разрешительной молитвы, ну, верующих, когда слонят голову под этим за хир, какую сторону надо кланяться? Ну, может, это, конечно, мелочь, но все-таки... Не совсем понял вопрос. Как склоненный под Эпитрахирю... Ну, я имею в виду, потом, ну, вот, прочитал священник разрешительную молитву, потом вот как надо к алтарю, получается, или к священнику? Ну, целуем крест и Евангелие, и на алтаре поклон. А, на алтарь, все, я поняла. Хорошо, спасибо, вопрос обещал. Ну, а куда еще кланяемся-то? Он же говорит, я всего лишь свидетель, вот образ, вот его слово. Мы же перед Христом исповедуемся, ему и кланяемся. А куда еще? Так, еще вопросы, пожалуйста. А можно сказать насчет той женщины, ну, которая сказала за свекровь? В общем, если она любит своего мужа, то мужа-то вырастила эта самая свекровь, то, конечно, что-то хорошее у нее все-таки есть. Все-таки она растила вашего любимого человека. И подоплощать, и терпеть, и так и подчеркнуть. Что делать? Вот кто его знает, какие выгоды в старости? Может, и у нас такое будет? Копьемся и сойдем с ума. Спасибо. А христианки боятся, что бесноватый проклянет? Ну, я считаю, как бы... Конечно, есть маловерие, малодушие, но... В одном месте написано «Бойтесь того» с маленькой буквы, а в другом с большой. Я вот все-таки склоняюсь, что Бога надо бояться, а бесов... Я не боюсь, что она проклянет. Я буду думать, что я вызвала ее на это. Ей же тоже это как бы... Она как бы... Ну как, нельзя же проклинать, да? Она это сделает до пути. Или там будет обзывать нас всяко. Это я ее выну, дело на это. Анжелик, мне сегодня понравились слова, не знаю, кто автор. Смысл такой. Я, говорит, отвечаю за свои слова, а не за то, как... Понимаете? То есть смысл. То есть, ну... Вы вынудили-то ее специально или не специально. Если у вас был, то есть вынуждение. Тогда же начинаешь показывать, объяснять. Сначала спокойно бывает, потом голос повышать начинаешь. Шум... Последний раз сказал, не ходи ко мне со скандалами сюда. И так негатива хватает. Вы на вас голос повышаете, да какое же вы право-то имеете? Вот, вот. Я знаю, потом каялась, стояла перед иконой, но уже это сделала. Уже таки вынудила она меня. Вот прям я злая была, я прям разозлилась сильно. Сама вроде понимаю, что она беснуется, видно, но не смогла. Ну, зачем злиться-то тоже? Молиться надо усерднее за нее. Конечно, она неприятности доставляет, и все. Так. Еще вопросы? Маленький комментарий есть, если можно. Давай. Вот, сегодня купил, пришла книжка изучение писания православное. И в предисловии сказана очень простая фраза, которую я просто вот уже часов шесть вокруг нее хожу, и здесь написано. Ну, вот, в частности, ссылка на Иоанна 7,17. И написано, что каждый должен понимать, что для того, чтобы осознать и поймать ясность сердца, необходимо делать. Ибо делателем Господь открывается и понимание, и ясность, и пути Его. То есть, получается, ясность, которую мы иногда просим, она не приходит к виду того, что наше дело не отстает от тех вопросов, которые мы себе ставим. Ну, вот, такой вот момент для себя я выяснил. Вот. Может быть, кому-то будет полезно. То есть, сказано просто вот даже с родственниками делайте дела ваши, чтобы они видели дела ваши и прославили отца, который на небесах. Ну, у меня такое вот. У меня тоже проблем полно с родственниками. Что же с ними делать? И Игнатий Тихонович также погнал меня. Что хочешь, ну, бери, делай, делай хорошее. Что еще можно сделать-то? Ну, то есть, получается, когда человек видит в человеке, другой человек видит вот во мне, я так себе, что я другой, а не мирской, такой же, просто с другими словами, вложенный мне в рот. Тогда он слушает. То есть, я это по себе заметил. А что сказать? Как сказать? Это уже Господь вкладывает. По мере жизни. По мере исполнения. То есть, исполнение открывает дальнейшее. Верен мало, но больше поставлен будешь. То есть, вот видишь что-то, понимаешь, делай. А дальше, как уже видно будет. То есть, у меня вот такой вот еще комментарий. Все, я закончил. Ну, и тоже, как бы, в продолжение этих вот... Какие дела? Вот, вы говорите, что она, да, сумасшедшая, там, ну, по-нашему сказать, бесноватая. Христос дал мощное лекарство, средствами, не лекарствами, неправильно сказать. Рот сей весовский сгоняется только молитвой и постом. Ну, вам неприятно, что она приходит скандалить. Объявите пост, начните об этом человеке молиться. Попробуйте. Дня три. И увидите, что Господь сделает. Во-первых, ваше сердце расположится, вы не будете злиться. А там, глядишь, и свекровь тоже. Я просто делюсь своим опытом. Я знаю, что это такое. У меня на это вера есть. Сергей, можно немножко вставить? Ну, и вот о проклятии еще, да, Никита Колесников. Как воробей спорхнет, так как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. То есть не надо бояться незаслуженного проклятия. Ну, а если вы повысили голос на мальте, а в священное писание, это вот как раз это и проклятие мы называем, а те, кто голос повышает, вы под проклятием-то находитесь. Вот. Поэтому и вас злой дух мучает, поэтому и вам самой нужно от этого духа в первую очередь избавляться, как-то обзлиться на мать свою. И хорошо, что покаялись перед иконой, перед Богом, в первую очередь, который заповедал, но такой каяться на исповеди. Пост сейчас идет, исповедуйте этот грех. И впредь больше не делайте этого. Пришла, пусть там она что там. Она мать ваша. Относитесь к ней как к родной матери. И здесь правильно делать. А так, пусть она там все свои деньги пропывает. Это вообще никуда не годится. Ни в какие ворота. Так, еще вопросы. Второй коридорам 9.1. Да, да, Володь, ты что-то хотел сказать. Я добавить просто хотел. Вот я, например, когда общался с родственниками, со своими, я всегда молился, во-первых, внутренне про себя, когда с ними какая-то беседа происходила. И искал ответ всегда во свете Библии. То есть, например, какая-то у нас беседа зашла, что-то там о житейском. Я всегда старался во свете Библии все увидеть. То есть, как на это Господь смотрит. Во-первых. И всегда старался этими словами отвечать. И тогда Дух Божий начинает в человеке действовать. Он или отвергает, закрывается, типа, отстань ты от меня. То есть, я тут уже замолкаю и отхожу. Просто делаю добрые дела. Что надо там по дому, там картошку посадить и так далее. Вот я с дядькой жил родным. Но как я уверовал, например, стал ему, вместе мы с ним жили. Я уверовал, некоторое время с ним пожил, понял, с ним бесполезно жить. Пьет, курит, матерится, друзей водит. Я сразу отдельно себе дом снял и начал там жить. Так вот, приходил ему, помогал все по хозяйству и уходил обратно к себе. А также еще был у меня случай. У меня дядька, он курящий. И вот его с работы уволили за пьянку. Он говорит, дай мне 50 рублей, я куплю себе пачку сигарет. Я говорю, Валера, я не могу тебе это купить, дать вернее, потому что это грех. А ты, говорю, закуришь. Во-первых, это разрушает свой храм, это тело, которое Господь тебе дал именно. Я за это буду отвечать перед Богом. Я тебе говорю, даже горелую спичку тебе на это дело не дам. Я отказал ему. Он что сделал? Он пошел, валенки там соседке подшил, деньги заработал, пошел, купил. Что ему надо, как говорится, вот это грехом. Но я отстоял эту позицию. То есть надо всегда смотреть, в какой ситуации, вот даже подошла свекровь, да, с каким она именно пришла, с вопросом. И все во свет Библии ставить. А для того, чтобы ставить, надо Библию постоянно читать. Вот это хорошо, притчи Соломона, Уссирахова, две основные книги, которые очень дают, как говорится, мудро, именно в житейских вопросах. Как и где как поступать надо. Ну, там, конечно, вся Библия говорится об этом, но основные. Но главное, молитва. Ну, еще вот один совет мне на ум пришел, когда вот родственники там приходят, там, и, ну, неверующие, нерасположенные они к вам-то, и вы к ним. Ну, а вы как хозяйка-то дома, это, пришла, допустим, свекровь, ой, мамочка, там, драмса, заходи, давай, дорогуша, Библию с тобой посчитаем. Да, да, да. Садись и открывай. И начинай читать «Премудрости Соломона». И что-нибудь выбери о почтении, там, родителей. И она сначала, может быть, заинтересуется-то. Вот. Ну, а если нет, то она, если дух в ней злобный, они просто не выдержат, они уйдут, и все. Ну, и дальше продолжать читать, молиться. Так, так, так. А может быть, и, видите, Слово Божие, она говорит, что коммунистка, ну, понятно. Ну, все. Вот так вот, вы ее и приветите, и она сама уйдет, вам не надо будет ее выгонять. Все, Дух Божий все это сделает. Она, если она не верующая, и будет объясноваться, она просто не выдержит Слово Божие. Ну, такой, наверное, совет еще принят. Так, еще вопросы? У меня вопрос. Да, пожалуйста. Ничего, что второй за одно занятие? Ничего. В чем состоит, как бы, польза обществу? Если вот здоровые мужчины и женщины, которые идут и родные еще в возрасте, уходят в монастырь. Ну, все-таки интересно. Может, это сложновато? Можно на следующий раз подумать, не обязательно. Вот в чем польза обществу? Если от слова дрожать. Ну, а какая польза обществу от того, что много людей-то? Вот масоны, они борются, чтобы людей меньше было. Людовецкий план, но если Бога нет, то они, я бы был бы на их стороне. А почему? Борядок везде, людей мало, едоков, как бы мало. А что, рожать, 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 рожать. В Писании как говорится, то Бог не нуждается в муже грешном. Нарожать-то можно и десятерых, а ты их Богу-то приведи. Тут с одним не знаешь, поправиться не можешь, что с ним делать-то. В мир дети уходят. В мир у нас в общине дети, они подрастают сейчас, и опасность великая. Просто страшно за них. Поэтому мирскому обществу от количества безбожников, может быть, да они друг друга поедают. Зачем много людей-то? А в монастыре человек, как отваживать от монастыря, я очень хоро... Златоуст на эту тему говорит, обращение к отцам, которые против того, чтобы дети уходили в монастырь. Не могу сейчас сказать никакой том, но очень сильно он этих отцов обличает. Сын избрал или там дочь, избрал нечто лучшее для себя. И Писание говорит, хорошо вам оставаться, как я. Хорошо. Хорошо, вы... Тот, кто выдает девицу замуж, поступает хорошо, а тот, кто не выдает, поступает лучше. Ну что, монастырь лучше получается. Хорошо человеку... Не хорошо человеку быть одному. Это было сказано-то когда еще? Когда Адам был. Хорошо сотворил ему помощника. Я его сотворил, и что из этого вышло? А теперь уже завет новый. Христа рождает кто? Присная Дева Богородица. Чистая. И теперь от детства теперь ценится. Поэтому... Мирскому обществу от того, что все идут в монастырь, конечно, будет вред им эти монастыри. Если бы они еще благовествовали-то, вот у нас еще монастыри-то не на своем месте-то. Они от мира ушли, а Христос-то не учил этому. Он говорит, не молю о том, чтобы ушли в мир, но оставались в мире, дабы люди видели добрые ваши дела. Не может укрыться город на вершине горы. А какой вершина горы, они почти в пещере все подзарились, то есть и в этом плане. Ну, нам не об обществе нужно думать, а о церкви. И во второе пришествие Господь идет за церковью, а не за обществом. И прославляемы будут именно в первую очередь девственники. Монахи и монашки. Получается, у нас три легче спастись. И там, и там тяжело. Но, в принципе, да. По-моему, женатый, он сравнивается, как со спутанными ногами. Ее же жену нужно за головой тащить. А там он один по этому. И апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы были без забот. Без каких забот? Женатый заботится, как угодить жене, а ей никогда не угодишь. Сегодня сапоги, завтра шуба, послезавтра машина, и пошло, пошло, поехало. А не женатый заботится, как угодить Господу. Так и угодники Божии в раю будут, а не угодники, подкаблучники. Деторождение зависит не от человека, а от благословения Господа. Бытие 17.17. И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, девяностолетняя, неужели родит? Понимаете, а у нас сейчас демография, демография, да... Да хоть заиндемографируйтесь, если вот Господь не даст, то и не даст. А даст, так даст. И у Авраама родится, и у Сары бесконечно. Поэтому все налоги, налоги будет. Игнать Тихонич, вы что-то хотели дополнить, нет? Еще две минуты есть. Да нет, не хотел. Смотрю, скинели там что-то. Так, ну еще, может быть, тут один вопрос. Есть у кого? Три минуты осталось. Андрей хотел Рогачевск. Да, снять. Андрей, давай. А как вы узнали, что он хотел-то? Руку поднимал. И включил камеру, да, что хотел сказать, у меня перебила его. Да, не, 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 не хотел я ничего. Не хотел. Хотел, да. Я только что вот тут прочитал, что никому не воздавать злом за зло. Но пекитесь о добрым перед всеми человеками. Двенадцать с тем временем. Да. И ругательством на ругательство там еще, по-моему, такие слова. Да, 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 да. Поэтому, если свекровка пришла и ругается, ну не забывайте ему ругательство, не ругательство там. Но встань в красный угол, начни на колени и молись, и плачь о ней. Прям в лошадь слов. Господь, именем Иисуса Христа, изгони этих коммунистических демонов из мамочки моей, люблю, которые мне такого мужа прекрасного на свет родила. С верой только это делать, это и благословит вас Господь. Изгонит какой-то будет обязательно. Я помогу. И вот римлянам 12.21 тоже очень важно. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот это, ну хоть это, конечно, все слова понятные, исполнить тяжело, но это истина. Да, но пытаться надо, да, делами. То есть пришла мама сразу раз там, проходите за стол, чаю там, уж вина не предлагаю, там, пост там, ну что-нибудь там с юмором, там, я не знаю, давайте Слово Божье посчитаем. Ну и посмотрите, она там заскрепит, заскрепит и скажет, ладно, я в другой раз зайду. Тем более сын такой хороший, ну, яблоко, яблоко недалеко падает. Да, она просто, ну вот, убили коммунистическую заразу, ну, сложно, конечно, от этого всего отказаться из Барисса. Давайте помолимся, поблагодарим Буны. Благодарим Богородицу, пресня блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую серове, и славнейшую без сравнения серафим, без исклиния Богослово Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Да, Тихонич, молитвы. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием и просим во имя Господа нашего Иисуса Христа, услыши наши молитвы, помоги нам в радости исполнить то поприще, которое Ты нам назначил, пройди этот пост и встретить Пасху Христову в радости. И в этот час мы вспоминаем о тех, которые томятся в узах, терпят истязания, кого приговорили к смерти детей Твоих, прими их в обители вечные, и детей Сирии помилуй, Владыка. Научи нас ежедневно ожидать Твоего прихода, то есть, когда Ты отзовешь нас, чтобы мы были готовыми. Тебе, Боже, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Всех с праздником Иоанна Лескин, Смита. Аминь. Итак, маленькое объявление, в среду занятий не будет, будем читать канон Андрея Критского, покаянный, поэтому до пятницы. Что, у него собаки, что ли, там нет? Аминь, все, Господи. Еще сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok